Дети войны. Пятилетнюю Полину Сопрыкина из Марьинки. Родители увезли прямо из-под обстрелов. Но борьба за жизнь ребенка продолжается. У девочки очень сложное заболевание нервной системы. Ей постоянно необходим особый уход и дорогое лечение. Кто пришел на помощь, знают корреспонденты событий. Все силы и деньги семья Гындек тратит на лечение пятилетней Полины. Живут в съемной квартире в Курахово. Дома в Марьинке не были уже два года. День тихо, день стреляют. День тихо, день стреляют. Ну как так можно жить? Куда я ее повезу? Под обстрелы? Именно из-за обстрелов состояние Полины резко ухудшилось. В Марьинке ребенок сутками сидел в подвале. Снаряды разрывались в нескольких метрах от дома. Тогда и начались тяжелые приступы эпилепсии. Приступы это все полжизни отнимают у нее. У нее и ручки вот так сводит, и она прямо как буряк. Ротик открытый. Сутки у девочки бывает до пяти приступов. Каждый из них смертельно опасный. Он может и язычок прикусить, и заглотнуть его. Это нужно очень смотреть за ней. Кроме этого, у Полины киста головного мозга, ДЦП. Руки и ноги вывернуты. Ей тяжело дышать. Мама не оставляет ребенка ни на минуту. Она постоянно на руках. Мы кормим ее полулежа. Она у нас не сидит, а лежит. Ей неудобно. Спина гнется. Все гнется. Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает Полине уже второй год. На днях передали ортопедическое кресло. Твердая, ортопедическая. Спинка твердая. Головку она держит. И мне нравится, что фиксируется положение спины, что она сидит ровненько. Это приспособление позволит пятилетней девочке свободно дышать. Ей проще кушать и принимать лекарства. Есть надежда, что кресло поможет в будущем выровнять позвоночник. Всеми силами и помощью мы поднимем ее. Я ее подниму. Борьба за здоровье ребенка дорогого стоит. На лекарства необходимы тысячи гривен ежемесячно. Штаб Рината Ахметова обеспечивает Полину медикаментами. Этот запас до середины лета. Я хочу поблагодарить Рината Леонидовича Ахметова. И для меня на сейчас, в военное время, очень тяжело купить какой-то тот же самый медикамент, который дорогостоящий. То же самое реабилитационное кресло. Это большая помощь. Таблетки избавляют малышку от приступов эпилепсии. После приема дорогостоящих препаратов Полина может чаще бывать на свежем воздухе. Сейчас очень хорошо, спокойно. И, как мы видим, у нас нету приступов. Она спокойно сидит, дышит свежим воздухом. За время работы гуманитарного штаба адресную помощь получили почти 1800 детей. В фокусе внимания тяжелобольные и пострадавшие. Штаб помогает медикаментами, оплачивает дорогостоящие операции, реабилитацию и закупает протезы. У таких, как Полина из Маринки и тысяча ребят из Донбасса, есть поддержка и надежда на выздоровление. Татьяна Блинова, Ростислав Сысоев, Евгений Якунин, Олег Жук. События. Канал Украина.